Здесь положить одно, здесь положить другое, то есть настолько все удобно, здесь не скатывается, здесь для ручечки. Продумано, в общем-то, все для мелочей. Легким движением руки стол регулируется под рост ученика. Такие одноместные парты будут стоять во всех начальных классах. Новая школа уже получила оборудование, в том числе и для столовой. Уже оборудованы все подсобные помещения, раздельные цена для мяса, для рыбы, для холодных закусок. То есть в подсобных помещениях есть полный набор и все всему соответствует. Школу на улице Эльфата Закирова построили по национальному проекту образования. 500 миллионов рублей выделила федерация. Еще 117 миллионов – республика. Здание возвели быстро, за год. Осталось пройти процедуру лицензирования. И 1 сентября здесь прозвучит первый звонок. Записывать первые классы начнут уже после 1 апреля, говорит Надежда Онищенко. Она будет руководить новой школой. Это будет второй корпус, 74-й. Прием в этот корпус будет осуществляться на территории зданной работающей школы, основного корпуса школы номер 74. Поэтому родителям волноваться и беспокоиться здесь не нужно. На сегодняшний день по данным поликлиники, те сведения, которые нам подали, дети, проживающие на данной территории, которая ориентировочно будет действительно закреплена за этим корпусом, это получается 5 классов. 163 миллиона рублей на такую сумму уже закупили инновационное оборудование для классов и лабораторий. Каждый класс оснастят интеллектуальными информационными системами. Педагоги уверены, изучать даже такие сложные предметы, как химия, здесь будет интересно. Здесь дети смогут вместе с учителем не просто получить какой-то необычный кристалл, а смогут получить такой опыт, как дым без огня, разработать ту искусственную кровь и искусственный снег, который потом в дальнейшем они смогут уже через микроскоп посмотреть, из чего все-таки состоят. Какие это молекулы, какие это атомы. То есть это оборудование уже сверхсовременное. 1 сентября должна открыться и школа на улице Берша. По договору работы завершаются в конце июня. Но глава Ижевска просит строителей ускориться, чтобы успеть пройти лицензирование. То, что касается процедур получения санитарно-эпидемиологического заключения в большой школе, такой как школа на Берша, там 1224 мест, я напомню, конечно же это будет и в количествах рабочих дней, и в длительности самих процедур, да и объеме работы. Это будет более длительный процесс. Поэтому во что он вылится, покажет время. Еще раз повторюсь, задача ставится такая, чтобы 1 сентября и та, и другая школы заработали. В Ижевске в этом году планируют начать строительство еще одной школы в микрорайоне столичной. Проектные работы уже начались. Светлана Буланова, Илья Дериндяев. Новости.